Привет, друзья! Это очередной выпуск самых горячих новостей из мира VR. Поехали! Продолжаем рассказывать вам наш любимый тип новостей о VR, когда виртуальная реальность помогает людям по-настоящему. В Великобритании провели операцию по разделению сиамских близнецов, которые родились со сросшимися головами. В операции участвовали более 100 специалистов, а для подготовки к ней задействовали виртуальную реальность. VR использовали, чтобы создать 3D-копию черепа близнецов и потом рассматривать ее под разными углами, чтобы понять, как именно расположен мозг и кровеносные сосуды и тщательно подготовиться к операции. Кроме того, специально для этой сложной процедуры на 3D-принтере распечатали уникальные инструменты. Операция состояла из нескольких этапов и в конечном итоге прошла успешно. Девочек разделили, они обе живы и сейчас проходят курс реабилитации. В сети появился тизер VR-игры про Тарзана. Игра будет основана на книжках Эдгара Райса Бероуза, о сыне британского лорда, которого вырастили обезьяны в Африке. В игре можно будет лазать, раскачиваться на лианах, плавать и сражаться в 5 разных регионах, каждым из которых будет свой набор оружия и испытаний. Причем ничего из этого в тизере вы не увидите. Шикарно. Игра будет поделена на 5 эпизодов как раз по количеству регионов и начнет выходить на PlayStation VR, Valve Index, HTC Vive и Oculus Rift S когда-то позже в этом году. Горн наконец-то вышел из раннего доступа и полностью зарелизился. Если кто-то не знает, что такое Горн, где вы были последние 2 года? Так вот, Горн это кровавый экшен, где вы играете за гладиатора, который вынужден сражаться на потеху императору и смеющимся гигантским головам. При этом можно пользоваться набором колюще-режуще-дробящего оружия, чтобы потрошить, резать и крошить своих врагов. В релизной версии разработчики также добавили ручную пушку. Боевая система основана на физике, что создает множество забавных ситуаций и одновременно слегка осложняет жизнь игрокам. На момент записи этого видео Горн можно было купить на Стиме с 25% скидкой в честь выхода игры. Microsoft провели новую презентацию HoloLens 2, в которой показали возможности этого шлема дополненной реальности в паре со своей системой искусственного интеллекта Azure. На видео Джулия Уайт, одна из управляющих компаний, надела HoloLens и призвала мини-версию себя на свою ладонь. Подержала ее так, а потом с помощью голосовой команды запустила презентацию, превратив мини-Джулию в полноразмерную анимированную голограмму. Мало того, что виртуальная Джулия выглядит достаточно реалистично, хотя с живым человеком ее не спутаешь, конечно, так еще и разговаривает по-японски, при том, что настоящая Джулия говорить на японском не умеет от слова совсем. Просто искусственный интеллект взял сэмплы ее голоса и смоделировал его, но только по правилам японского языка. Вообще, эта презентация одновременно восхищает и ужасает. Восхищает, потому что открывает новые возможности для коммуникации. Можно будет давать презентации на 20 языках одновременно. Но, с другой стороны, это полнейший Оруэлл, Эквилибриум или Черное зеркало. У меня есть отсылки для всех поколений. Не за горами тот день, когда мы уже не сможем отличить настоящего человека от голограммы, но это, конечно, не отменяет крутости того, что показали Microsoft. Другое дело, что пока что подобные технологии стоят совершенно фантастических денег, но это, конечно, дело времени. Ну что там, все еще ждете Half-Life 3? А как насчет Half-Life 1, но в VR? Пользователи Reddita под ником DrBeefIDN тихоря работают над модом для Oculus Quest, который позволит поиграть в легендарный шутер с шестью степенями свободы. На днях он выложил кусок геймплея своего мода, где видно, что вроде бы все работает как надо, и можно свободно махать ломом и стрелять из винтовки. Но текстуры-то никто не поменяет. Впрочем, судя по посту DrBeef на Reddita, он этим занимается исключительно в качестве своего хобби, так что кто мы такие, чтобы его осуждать? Правильно? Кстати, хотя DrBeef не просит никакой материальной помощи за Half-Life, он предлагает купить QVR, приложение для кардборда, которое позволяет запускать старые игры на движке Source. Так что, если есть желание и телефон на Android, можно поддержать хорошего человека и купить его приложение. Marvel показали 20 минут геймплея из новой игры про железного человека – Iron Man VR. В ней вы, как ни странно, сможете побывать в шкуре Тони Старка и надеть его костюм железного человека, чтобы сражаться с преступностью и силой тяготения. В этом 20-минутном отрывке показали полеты и стрельбу по тренировочным мишеням, а также мощный удар рукой с одновременным ускорением. Всё это время игрок летал над домом Тони, хорошо знакомым по трём частям железного человека и паре фильмов про Мстителей. Аж слеза навернулась. Вообще, выглядит всё это довольно круто, хотя у меня в голове неприятный голос сразу начинает нашёптывать всякие гадости. Например, что выглядит это всё как знатная тошниловка. В том плане, что такие полёты кажутся серьёзным испытанием для вестибулярного аппарата. И второе, что вместо мув-контроллеров это всё было бы гораздо веселее с контроллерами Index, а ещё лучше с полноценными перчатками с обратной связью. Но мечтать не вредно, не правда ли? Подробностей про сюжет пока нет, но мы знаем, что как минимум Pepper Potts там будет фигурировать. Iron Man VR выйдет на PSVR когда-то в этом году. На этом наш выпуск подошёл к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и до новых виртуальных встреч. Пока!